Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, это передача о мелочах и жизни. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Тема нашей сегодняшней передачи. У меня в гостях стилист Кристина Гришаева и астролог Юлия Алеева. Юлия, первый вопрос у меня будет к вам. 2020 год кого? 2020 год это год металлической крысы и можно сказать что в какой-то степени будет судьбоносным, так как крысы у нас открывает новый цикл 12-летний и многие люди начнут жизнь в следующем году как бы с чистого листа. Поэтому я всем рекомендую уже с декабря написать какой-то план на следующий год, может быть кто-то пишет карту желаний, может быть просто какой-то план пошаговый, например, расписать какие-то свои цели на следующий год. Крыса любит ответственных людей, поэтому будут цениться такие качества как дисциплина, организованность, умение четко ставить перед собой цели и идти к ним. Еще один момент. 2020 год у нас будет очень динамичным годом, поэтому я уже сейчас советую немножко так себя раскачивать, не лениться, настраиваться на какие-то новые истории, не бояться впускать в свою жизнь новую волну. То есть шустрить. Крыса очень шустрое животное, она любит все делать быстро, она любит такие многоходовочки делать. И поэтому мы должны быть предприимчивыми, активными, энергичными и всячески вот себя настраивать на новый цикл жизни. А хитрить нужно в новом году? Хитрить обязательно. Хитрить тоже. Кристина, подскажите, какие цвета будут модны в 2020 году, а какие стоит избежать? Интересный вопрос, почему-то мне часто его задают, но на самом деле нет такого понятия «модные цвета». То есть нет такого, что в этом году какие-то цвета модные, а в следующем году они из моды выходят. Все цвета модные, все цвета можно комбинировать и красиво сочетать между собой, только немножко можно этому подучиться, чтобы это получалось органично. И есть только вот такой момент, Международный исследовательский институт Пантон, он вот каждый год на протяжении уже 20 лет объявляет главный цвет года. Вот, например, в предыдущем, который заканчивается, да, у нас 2019 год, этот цвет года был живой коралл. Может быть, слышали? Ну, обратите внимание, вы на улицах много видели людей, которые вот тотал живой коралл ходили, да? Нет, то есть, ну, объявил и объявил, какие-то они там отсматривают мировые тенденции в культуре, в обществе, вот, и назначают. А в следующем году, 2020, этот цвет будет называться классический синий, да, Classic Blue. Но это не значит, опять-таки, что мы должны все вот от и до, с ног до головы надевать на себя этот классический синий. Но стоит, чтобы этот цвет присутствовал в гардеробе? Ну, конечно, да, для разнообразия. Если у вас нет еще ничего синего, то можно, да, купить себе, например, красивый классический брючный костюм синего цвета. Или какой-нибудь аксессуар. Или, да, какую-нибудь сумочку тоже неплохо будет. Юлия, скажите нам, пожалуйста, вот как правильно встретить этот Новый год? Что должно быть, например, на столе? Какие нюансы? Ну, крыса у нас вообще домашнее животное. И она любит уют, она любит близких людей, то есть она любит свой круг, она его ценит. Поэтому лучше отмечать Новый год в домашнем кругу. И приветствуются какие-то рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Может быть, бабушкин рецепт, да, может быть, какие-то там пирожки или выпечка. На столе обязательно должен быть сыр. Это какая-то, может быть, сырная нарезка или, может быть, в салаты добавляйте его в блюда, в различные. Также крысы у нас любят орехи, любят семечки. Можно их подавать отдельно или также добавлять вот в салаты или выпечку. Обязательно нужно крупу поставить, ну, или там в качестве гарнира можете приготовить, допустим, рис, гречку, там, фасоль, горох, кто что любит. Или, если вы такое не едите, ну, можно поставить просто вот на стол, как бы, чтобы задобрить. Да, чтобы задобрить. Кристина, подскажите, в какой одежде лучше встретить этот Новый год? Что же надеть в эту новогоднюю ночь? Ну, в общем, вот, если на столе не должно быть, то есть может быть что-то такое, да, дичь какая-то, то вот в одежде дичи я предлагаю избегать. То есть звериные принты? Звериные принты анималистичные. Мы весь год их носили активно. Вот лучше в новогоднюю ночь от леопардового платья отказаться, потому что, ну, мне кажется, что крыса может обидеться. Диссонанс будет. Да, 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 некомфортно ей будет. И вообще лучше выбирать что-то такое элегантное, сдержанное, лаконичное, что не сковывает движений, свободное такое. А вы знаете, я почему-то думала, что это должен быть обязательно какой-то серебристый, металлический, очень такой сияющий цвет, возможно, пайетки. Я не права? Нет, правые отчасти, да, можно быть и пайетки, и люрекс, и что-то такое, бархат, что-то такое нарядное совсем. Можно выбирать более простые лаконичные крои и спокойные цвета, как белые, приглушенные пастельные оттенки, золотой тоже имеет место быть. Самое главное избегать каких-то излишеств, и вот как отказаться от анималистичного принта я рекомендую, так и от откровенных мини каких-то таких, да. Вот, что-то сдержанное, элегантное, цвета я перечислила, могу прямо рассказать попутно, да, вот, например, что платье, я вот принесла с собой много образцов, вариантов, чем вы можете удивить гостей. Вы сейчас можете показать, в чем можно встретить, давайте. Да, я могу прямо показать, вот, начнем с платья, например, вы можете нарядиться в красивое, элегантное, вот такое вот в пол платья по фигуре силуэтное на одно плечо. Как раз серебристый цвет, или цвет может быть... Цвет может быть и золотистым, и белым, и каким-то пастельным, и серым, приглушенным, либо графит серый, либо светло-серый, вот. Очень модный сейчас силуэт на одно плечо, и мы можем даже в магазинах масс-маркета встретить обилие каких-то топов, платьев, блузок на одно плечо. Вот у меня как раз следующий пример, и до сих пор... То есть это не в забытье, то есть это все еще действует? Да, 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 до сих пор это все в тренде. Можно доставать девочке свои платья, которые выносили лет 5-6 назад. Да, вот, очень элегантно будет смотреться, такое платье по фигуре, металлического блеска, здесь нитка люрекса. Вот, чем можно дополнить? Например, вот я предлагаю дополнить вот такими вот лодочками. Самые обычные, классические, и каблучок удобный. Да, классические, базовые лодочки, металлический каблучок, остренький мыс. Кристина, подскажите, пожалуйста, вот фурнитура должна соответствовать? Я обычно всегда придерживаюсь такого правила, если у меня что-то под золото, то и все аксессуары на сумочке, различные молнии, я тоже стараюсь выбирать. Либо все в серебре, либо в золоте, либо, если чуть отличается, но так, чтобы это не поросало за глаза, или это, может быть, уже сейчас не актуально? Вообще никаких правил по этому поводу нет. Сейчас настолько свободная вот эта вот мода современная, что ты можешь миксовать любые металлы в одном луке. Единственное, что нужно смотреть, комфортно ли тебе. То есть, если человеку некомфортно в чем-либо, то есть, он не сможет это правильно нести, да, с правильной энергетикой, вот. Нужно отталкиваться от своего внутреннего ощущения. И, например, вот что я еще рекомендую своим клиенткам, можно в образе использовать один какой-то аксессуар, пусть это будут часы, в которых скомбинированы и тот, и другой металл, и золото, и серебро. И тогда можно не обращать внимания уже на какие-то вот фурнитуры сумочек, ремни, серьги, и можно миксовать. Будет более-менее гармонично все это смотреться. Да, и все будет гармонично, да. Вот серьги, например, да, к этому платью, у нас там открытое плечо, я бы надела какие-то такие вот активные серьги сейчас в тренде, серьги люстры так называемые, да. Вот, есть вот такой вариант, есть вариант с кафом, то есть, это моносерьга на одно ухо, а на второе ушко у нас маленькие гвоздики. Кристина, а подскажите, в новогоднюю ночь волосы могут быть распущены или все-таки крыса такой прилизанная у нас животное, возможно, нужен какой-то хвостик сделать или брать волосы? Нет, нет четких рекомендаций по этому поводу, делайте так, как вам будет комфортно, да. Самое главное, чтобы праздник был для вас праздником, а не каким-то вот испытанием, чтобы соблюсти все эти правила и ничего не нарушить. А вот это вот, что у вас такое интересное здесь? Вот это вот, вот это тоже серьги, тоже очень красивые, да, активные, например, с чем мы можем надеть, каким-то вот топом, либо с открытым одним плечом, либо полностью, когда у нас... С брючным костюмом, с платьем. С брючным, с платьем, да. Вот давайте следующий как раз покажем образ. Как один из вариантов на Новый год, да? Да, как один из вариантов вашего наряда на Новый год. Вот у нас такой активный топ, металлический блеск у него, вот этот вот рукавчик буф, про который вы говорили. Вот я сейчас тоже с такими рукавчиками буфами. Это один из трендов наступающего года. Вот. Мы должны как бы уравновесить активный топ чем-то спокойным. Вот мы берем брючки. Тут, я не знаю, наверное, будет плохо видно. Вот такие вот они в пол. Брюки палатятся. Расширенные, да? Да, широкие, от бедра идут длинные в пол, с таким вот мерцанием немножко жемчужным, да, они атласные. Вот, но спокойные. И они высокая посадка, то есть топ у нас заканчивается, сразу начинаются брючки. И сюда можно какой-нибудь клатч, либо черный, да? Да, ну тут пожелание. Или слишком активный сюда уже, да? Нет, вот как раз на черном цвете мне бы, да, хотелось что-то такое заметное, чтобы это читалось издалека, если вы в каком-то ресторане будете. То есть в таком образе вы точно не остаетесь. А какие вы нечаясь сюда? Серги можно вот эти? Или как раз более вот массивные те подойдут? Вот либо, да, либо вот эти вот, которые я показывала, вот эти вот, либо что-то вот такое асимметричное. Можно, например, если у нас это ключо открыто, то можно на это ушко надеть вот такую вот активную сережку, а на второе ухо. И как раз обувь тоже серебристые лодочки. Да, серебристые лодочки идеально подойдут. У нас еще есть новогодний, а мы у меня на следующую модную одежду покажем. Давайте один новогодний у меня еще есть, а потом еще я взяла один комплектик, просто тренд следующего и этого, и следующего года расскажу. Вот, еще у меня остался комбинезон. Комбинезон тоже очень трендовая вещь. Весь год мы носили, но вот именно на Новый год я рекомендую какие-то такие акцентные комбинезоны выбирать. Либо с ниткой люрекса, либо с пайетками, либо, может быть, с каким-то принтом геометричным или флористичным принтом. Здесь широкие тоже брюки у нас идут в пол. И здесь пояс в комплекте, но я бы еще вот рекомендовала, если, например, взять черный клатч, то можно дополнить комбинезон активным акцентным черным ремнем. Почему-то сюда мне хочется вот что-то такое. Да, кстати, да, ты права, потому что здесь обдуха, не требуется уже на шее наключиться какого-то внимания. Достаточно будет вот таких вот лаконичных сережек. Самое главное не переборщить с аксессуарами, да? Да, да, да. И вообще в этом новом году не нужно борщить с излишествами разными, да? Лаконичное что-то, элегантное, сдержанное. Вот крысе это понравится. Здорово, спасибо. Юля, скажите, пожалуйста, какие сюрпризы готовит нам год крысы? Чего нам опасаться в следующем году? Ну, давайте расскажу, наверное, про финансы, в первую очередь, так как год крысы у нас открывает новую эру денег, и поэтому у нас сразу несколько историй может быть. Во-первых, многие люди откроют свой бизнес в следующем году, запустят какие-то проекты, и кто-то найдет свое дело, которое будет его кормить потом 12 лет. Но дело в том, что будут и другие истории, то есть другие люди столкнутся с какими-то ограничениями по финансам, с какими-то нововведениями, с какими-то перестройками, перетурбациями, потому что когда у нас открывается новый цикл, это всегда какие-то перемены. Это раз, два, год високосный, а год високосный всегда нам несет какие-то неожиданные, как снег на голову, такие вот события, которые нас выбивают из колеи. Поэтому с начала года пишите себе финансовые цели и давайте какие-то позитивные установки, что у меня все получится, я все смогу, если что-то случится, я найду выход, как говорят психологи. Из любой ситуации всегда как минимум 100 выходов есть в жизни, поэтому нужно себя настраивать заранее на позитив и на то, что все у вас получится. Девочки, все-все, у всех будет. Что еще? Я помню, прошлый год нужно было опасаться перелетов, что-то вот такое в этом году. Есть какие-то предостережения? Какое-то разградное Меркурия, да? Ну, вообще, вот в следующем году у нас очень много будет таких периодов торможений, периодов таких вот, где нужно подумать, остановиться, как-то настроиться, перестроиться. И вот это вот, возможно, может нас выбивать из колеи, да? Еще один важный совет, который я хотела бы дать, несмотря на хитрых людей, в следующем году очень важно быть открытым к новым знакомствам. У крысы главный ресурс – это люди. Она всегда, она любит и старые связи, она любит и новые связи, хотя она всех, конечно, немножко использует, но она любит держать около себя команду. А этот год у нас был, по-моему, год путешествий, насколько я знаю, а в этом году? Следующий год благоприятен для любовных отношений, благоприятен для обучения, потому что приходит у нас звезда интеллекта. Звезда интеллекта – это звезда, которая помогает нам легче запомнить информацию, легче ее найти, легче сдать какие-то экзамены, да? Если кто-то хочет повысить квалификацию или чему-то обучиться, очень благоприятно делать это в год крысы. Ну, для путешествий, скажем, такое, относительно время 50 на 50, потому что много будет ретроградных планет, да, вот тех самых, которые нас будут немножко тормозить, останавливать, задерживать. Но, тем не менее, нужно вперед из песни, так как крысы любят динамику. А здоровье? Ну, по здоровью, как я уже и сказала, будет уязвима у нас печень и нервная система, к сожалению, потому что крыса, ну, она такая дерганая немножко. Она нервная, она все время что-то делает, она там шебуршит, что-то такое. В поисках постоянно. Да, что-то делает, поэтому нервную систему нужно укреплять, обязательно использовать какие-то медитации, да, там, сильно из себя не выходить. Перед Новым годом приобрести уже успокоительный заранее, да? Ну, да. Да, позитивные установки лучше, конечно, себе давать, да, на весь год, чтобы, ну, успокоиться и почувствовать себя в равновесии. Но, в общем, как обычно следить за собой, да, ничего такого экстремального не ждет в следующем году. Экстремального, ну, вот кроме того, что перестройка будет все-таки, новый цикл, он всегда начинает какие-то новые истории, да, вот как у нас обычно бывает. Когда из крана течет вода, да, там, после ремонта, она сначала какая течет? Ржавая. Она сначала ржавая течет, поэтому мы должны привыкнуть. Перестроиться. Перестроиться, а потом уже новая волна в правильное русло нас поведет. Так, не боимся трудностей в начале следующего года, верно? Да. Кристина, подскажите, что же модно и актуально в следующем году? Какая одежда, аксессуары? Трендов, конечно, очень много, тут всем обо всем я не сумею, не успею рассказать, но могу выделить хотя бы вот 10, да, основных трендов. Некоторые идут с этого же года, то есть они и в следующем году будут также актуальны. Вот я принесла один комплект, это тотал кожа. Кожа во многих коллекциях дизайнеров встречается в разных интерпретациях, это могут быть вот такие вот кожаные, наверное, не видно, да, кожаные брючки. А должна быть натуральная кожа или искусственная все-таки пропагандируется? Можно, конечно, и эко-кожа, сейчас вообще же идет общий мировой тренд на экологичность, да, на отказ от использования натуральной кожи, натурального меха в одежде, разумное потребление. Многие, кто любит натуральную кожу, опасаются, что в эко-кожи ничего не дышит. Ну, не дышит, конечно, да, это не такая одежда, чтобы вот с утра надела и весь день тебе было комфортно. Немного на выход. Немного на выход, да, чтобы произвести, может быть, впечатление какое-то, да. Вот, например, можно создавать комплекты Total кожа, это рубашка сверху, снизу брюки, либо это может быть какая-то юбка кожная на запах. Юбки на запах, это тоже один из трендов наступающего года, и в этом году тоже мы активно их носим. Вот, рубашка может быть использована как верхний слой на что-то, на футболку, на водолазку надета, может быть использована как внутренний слой, то есть просто глухо застегнута, и наверх, допустим, мы можем пальто какое-то накинуть. Вот, то есть вариантов здесь много, ну вот я тоже думаю, что незамеченная девушка не останется, если она в коже придет куда-то, да. А цвет может быть любой? Да, цвет может быть любой, черный, серый, белый. Белая кожа очень классно смотрится, всегда эффектно и привлекает внимание. Ну вот мне нравится карамельный цвет тоже очень вкусно, выглядит аппетитно как-то, да, приятно глазу. Вот, можно также подпоясать пояском эту рубашку, можно ремень акцентный надеть, если мы поддерживаем его в образе, например, обувью, да, обувью или сумочкой. Вот, то есть вариантов массы, это вот один из трендов. Потом, например, что еще, следующий тренд, вот я уже начала говорить про классический синий, это цвет следующего года, и как раз вот во многих коллекциях дизайнеров я встречала минималистичные комплекты вот такого вот красивого классического синего цвета. То есть это может быть брючный костюм, это может быть какое-то лаконичное платье насыщенного такого оттенка, вот может быть юбка с блузой, например, то есть вот тоже вариантов масса, минимализм, в общем, синий минимализм, один из трендов наступающего года. Вот, потом юбки на запах, я уже говорила, и вот если смотреть на принты и цвета, то стоит для себя отметить черно-белое сочетание, очень много в коллекциях встречается именно геометричных принтов черно-белых. То есть это может быть платье какое-то, например, черное в крупный белый горох, это могут быть какие-то геометрии, зигзаги, треугольники, полоски. Полоска это тоже такой же классический принт, как вот горошек, клетка, цветочный принт, анималистичный принт, это все классика, это из мода никогда не выходит, но когда-то оно выходит на первый план. То есть вот в этом году мы все активно носили леопарды, зебры, коровы, да, вот все такое, какие-то рептилии, фактура под рептилии была в тренде. А вот в следующем году, например, черно-белые принты, полосы, горох черно-белый, вот тоже активно можно будет внедрять в свои гардеробы. А вот сейчас на мне платье такого классического формата, и мне показалось, что в этом году это достаточно модно, когда прозрачные рукава, здесь какие-то бывают горошки или рисунки какие-то, это еще будет актуально? Да, это еще будет актуально, вот я тоже начала уже об этом говорить, про то, что вот этот романтизм, рукава буфа, рукава фонарьки, все такое женственное, вышивка, решелье, кружево, это мы все можем носить даже в повседневной жизни, то есть не только там на Новый год и на какие-то праздники. То есть ты можешь вполне купить себе блузку, допустим, да, ну чтобы это было не черное платье, футляр, на каждый день все-таки, наверное, не очень уместно будет, да, смотря куда ходить. Вот, а какую-то блузу, например, с вот такими вот декоративными прозрачными рукавами ты можешь комбинировать с брюками в пол, вот как я показывала на примере, да, только они атласные, это лучше убирать какую-то матовую такую текстуру, фактуру, вот, либо с какой-то юбкой классической с высокой посадкой, карандаш, миди, чуть ниже колена, с пуговками. Подскажите, Кристина, а есть какие-то антитренды, например, кроссовки на босую ногу и вот скини, разные брючки, джинсы, это еще будет актуально или я слышала, что это уже антитренд? Кристина, это прям вот оскоминно, мне уже набило оскоминно. Я избавляюсь в гардеробах своих клиенток от джинсы скини. Если мы говорим, что можно их носить, да, то тогда мы компенсируем объем. Если здесь вот мы компенсировали фактуры, одна фактура такая активная, а вторая такая более приглушенная, то в случае со скини мы компенсировать должны объемы. То есть, если у нас низ идет в прилегание, да, в обтяг, то сверху мы надеваем что-то свободное и удлиненное, прикрывая, как Эвелина Хромченко говорит, область паха. А кроссовки на босую ногу, это еще как бы в норме или сейчас даже более модно будет выглядеть, если надеть носки какие-нибудь, да поактивнее, да поинтереснее? Что сейчас? Хочешь делать акцент, надень красные носочки или там горошек надень носочки. Это все от настроения зависит и от того, какой посыл ты хочешь нести, то есть, что ты хочешь добиться. Вообще мы, когда выбирая комплект, вот с утра мы стоим перед шкафом открытым, да, мы должны задать себе несколько вопросов. Первый вопрос, куда мы идем? Будет ли этот комплект уместен вот в этой среде? И в соответствии с моим настроением. Да, какое у меня настроение, что я хочу от сегодняшнего дня? Быть в центре внимания, тогда мы надеваем что-то красное такое, да. Если ты хочешь, чтобы тебя не замечали, то 50 оттенков серого это вот твое на сегодняшний день. Кристина, а плесерованная юбка, она еще будет актуальна? Плесерованная юбка, это уже стала база, это классика, да. Да, единственное, что, например, в прошлом году мы носили простые какие-то однотонные, лаконичные. В этом году они могли быть принтованными с какими-то, например, асимметриями, то есть, может быть, вставка клинышек какой-то чуть длиннее. Вот, в следующем году тоже так же юбка-плесе может быть. Смело можно оставлять. И на Новый год вы можете надеть какой-то, например, атласный топ на тонких бретелях и вот какую-то такую юбочку-плесе. Потом, что еще про тренды, можно сказать, тропические принты, вот они приходят, то есть, не было их в этом году, тропические принты. Это что, кокосы? Ну, зелень такие, пальмы, вот такая вот зеленая тематика, она на всем, да, на платьях, на костюмах много где встречалась. И красный цвет, красный такой рубиновый, алый и фуксия. Очень много было в коллекциях платьев вот именно красных, фуксия, таких активных, объемных, вот как у меня блузка такая, то есть, много драпировок, что-то такое вот привлекающее внимание. То есть, если у вас сегодня настроение такое, что я звезда и волосы назад, то можете себе позвольте вот как раз купить в гардероб такое вот платье под такое вот настроение. Кристина, а из верхней одежды искусственные шубки? Да, искусственные шубки, вот мы затронули уже эту тему, то есть, это мировая тенденция. А как ваши марлозы, минус 30? Да где минус 30? Когда последний раз, Алла, было минус 30? Можно потерпеть, да? Ну, да, я хожу, вот там уже, в прошлом сезоне я купила себе меховую такую из эко-меха шубку, ну, нормальная, вполне, да. Ну, поддевать же можно внутрь, в любом случае, свитерок потеплее, когда там похолоднее. И какая-то должна быть альтернатива, то есть, какой-то пуховик может быть укрепленной. Альтернативные силуэты, они все-таки сохранены в каком-то классическом варианте? Или все-таки сейчас лучше выбирать, если пальто, то просто запах, без различных пуговиц, что-то такое широкого кроя простого? Да, вот смотри, сейчас вообще в моде, в тренде минимализм, то есть, это касается всего, это не только одежда, это и интерьеров касается, и вот это глобальный мировой тренд. То есть, базовая одежда современная этого десятилетия, вообще, мода на базу меняется примерно раз в 10 лет. То есть, если в прошлом десятилетии мы носили все по фигуре приталенной, с выточками, облегающая коротенькой секси, то в этом десятилетии все такое прямого кроя. Крой прямой, пальто прямого кроя, шуба та же самая, шуба прямого кроя, платье. Если у вас сегодня такое настроение игривое, вы можете надеть, вот опять я говорю, надеть акцентный ремень, обозначить талию красивым акцентным ремнем, добавить какие-то ботильончики на каблучке и женственную сумочку. Это будет одно настроение, да? И то же самое вы вот это вот прямое там платье, да, допустим, берете, надеваете кроссовки и рюкзак, и совсем другое настроение. То есть, это такие вещи многофункциональные, и в зависимости от аксессуаров вы можете сами задавать настроение и силуэт обозначать, либо там не обозначать. Спасибо, спасибо. Загадываете ли вы желание? Сбывается ли у вас это? Может быть, какие-то советы дадите нашим зрителям? Интересная тема. Я всегда закатываю желания, и я начинаю до Нового года даже это делать, и могу дать советы два. Первый совет, мне очень нравятся карты желаний. Карты желаний – это карта, в которой прописаны желания по всем сферам жизни. Вы можете написать какую-то цель или желание по здоровью, по работе, по личной жизни, да, там, по детям, например, по окружению. То есть, у вас уже есть базовый набор всех вот этих вот целей, и это очень удобно. И можно, кстати, повесить где-то у себя там, вот, да, чтобы видно было, и весь год на это смотреть, сколько вы продвинулись, как у вас идет процесс и так далее. То есть, это вообще такой творческий процесс, он очень интересный. Я люблю вот сам процесс составления этой карты, он, ну, вдохновляет очень. И второй момент, мне очень нравится техника визуализации. То есть, это что? Один день из 20-го года. Мы берем, представляем день, когда у нас уже наши мечты воплотились в реальность. И пишем, например, я встала утром, налила себе кофе, вижу вокруг себя очень красивый ремонт, у меня стоят цветы на столе, там, я глажу рубашку любимого мужчины. Я проснулась в своей квартире, да, я проснулась по сторонам. Да, да, да. Вышла из подъезда, у двора у меня там припаркована марка такой-то машины, я ее купила уже. То есть, правильно, четко все прописать, чтобы не получилось так, что это был один день просто в каком-нибудь замечательном отеле. Да, да. То есть, нужно конкретно писать, и чем конкретнее, тем лучше. То есть, вообще, у нас металлическая крыса, это же металл, это структура. Она любит все структурное очень. Поэтому прописываем все очень четко и конкретно. И вот мы себе можем притянуть. Визуализация, кстати, очень хорошо работает. Спасибо. Обязательно визуализируем. Кристина, вы задавайте. Я вообще, да, я вот в этой практике нахожусь уже, насколько вот я помню, 12 лет точно. И работает на 100%. Вот все, что сейчас вокруг меня есть, это все плот, это все притянулось. Муж, дети, квартира, бизнес, вот все. Внешний вид. То есть, это работает на 100%. И я очень много литературы по этому поводу читала. Ну, ты тоже, наверное, да, Юлия, смотрю? Прям все четко, да. И марафоны какие-то проходила, Блиновскую, наверное, знаешь, тоже, да. Да, я как-то люблю. Вот, я тоже. Вот, да, все правильно говоришь. Но единственное, что у меня уже настолько, знаете, на автомате все это происходит, что я не прописываю, я визуализирую просто. Вот я вот на подсознании погружаешься в такое спокойное состояние, да, чтобы тебя никто не отвлекал, ничто не отвлекало. И вот в мельчайших подробностях, как ты рассказала, представляешь вот этот день, как ты встаешь, открываешь глаза, что тебя окружает. И какие-то вот свои цели, желания, также вот визуализируешь каждое. И самое главное, знаете, что, девочки, в первую очередь надо избавиться от своих страхов, ну, ты знаешь, да, и негативных установок. Вот именно они не дают сбываться нашим желаниям спокойно дать вселенной вот эти наши мечты, реализовать их в жизни, воплотить. Не ограничивать себя, позволить себе мечтать. Да, просто выкидывать. Вот червячок какой-то там у вас в голове появляется, что вдруг у меня не получится, а что люди скажут, мы нас же как воспитали. А что люди скажут, не выделяйся, да, будь просто таким, как все, да, а вон, Даша, там, лучше тебя, то есть сравнение постоянное, вот это из детства все идет. Нужно избавляться от этого и вот этих червяков гнать сразу. И просто вот, как сказать, поле, освобождать поле, и тогда в этот вот вакуум будет притягиваться все, что вы пожелаете. Мы практически плавно уже поздравили наших зрителей, сделали свои пожелания. А я хочу сказать всем тем, кто вдруг не верит в чудеса, хотя бы просто под бой курантов, когда вы выпиваете какой-то напиток, загадайте одно или несколько желаний. И главное, верьте, обязательно верьте, что это сбудется. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем, чтобы следующий Новый год прошел как минимум лучше, чем этот. И чтобы у всех было все всегда хорошо. С вами была передача о мелочах из жизни. Кристина, Юлия и Алла. Увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»